Доброе-доброе утро. Проверяем звук. Я смотрю, к четвёртому дню прям подтянулись. Все вовремя, все заранее молодцы. Приятно это видеть. Задания все поддали, да? Есть у кого-то маленькие хвостики остались, не до конца сдали, но я думаю, что сегодня вы бы сдадите, да? Эхо. Наташа, а вы два раза. У вас написано, что Мизниковы два раза. У вас, видимо, два окна открыто, посмотрите. Поэтому у вас эхо идёт. Так, хорошо. Значит, ну и мне хотелось бы в первую очередь спросить у вас вообще, что вы чувствуете, какие ваши ощущения. Прошу всех отвечать. Вот вы сейчас начали что-то делать, да? Фактически, ну, это как новые какие-то привычки. То есть делаете вещи, которые вы не делали раньше. И что вы чувствуете? У кого-то может быть там подъём бодрячком. Ну, Виталия, понятно, бодрячком ты уже какой-то третий или четвёртый марафон проходишь. Особенно интересно, что первый раз. Есть люди, у кого, наоборот, какое-то беспокойство, может быть, волнение, ещё что-нибудь подобное? Или все прям бодрячком? Третий раз прохожу, до сих пор колбасит. Приходит уверенность. Марина, а почему колбасит? И волнение вчера. По какому поводу волнение? Почему волнуетесь? Что вас напрягает? Друзья, у нас на уровне энергии, да? Новая энергия, отлично. Техника. Ага, техника. То есть начали происходить какие-то необычные ситуации, да? Кстати, вчера техника, Лариса, подвела не только у тебя, я знаю, напряжение, желание добиться, выполнение всех заданий, напряжение. Колбаса уже успокаивает. Хорошо. Вот смотрите, откуда вообще у человека появляется какое-либо беспокойство и напряжение. Это различные незавершённые дела. Согласны? Незавершённые дела. То есть что-то ты начал делать и потом не доделал. Есть такое дело? Устаёшь, когда подряд много нет. Вот смотри, Лариса, вчера Наташа Мезникова поделилась своими впечатлениями. Ты устаёшь, когда много нет, когда ты жадно ищешь, да. В этом случае ты устаёшь. Но если ты ищешь нет, то в этом случае ты наоборот не устаёшь. Ты радуешься. У тебя же задача собрать 100 нет. И когда ты очередное нет кладёшь копилочку, то здесь не может быть усталости. Ты наоборот должна радоваться. То есть должен быть подъём и прилив. Обратите внимание вот на эту деталь. Потому что вчера вот Наташа поделилась своими отзывами, да. Отлично. Значит, и она написала, что почувствовала наоборот лёгкость, когда стала собирать нет. Ей стало делать это легко. Её перестали вот эти слова нет где-то напрягать. Поэтому, у кого ещё слова нет напрягает до сих пор, в конце концов, возьмите и начните собирать нет. И причём, я вот не помню, в общем отзыве она это написала или нет, у нас ещё была отдельная переписка. И она сказала, что чем больше, когда она стала собирать нет, она стала больше получать да. То есть реакция людей изменилась. Почему? Потому что человек чувствует твою либо заинтересованность, либо не заинтересованность. Ну ты написала не напрягает, а перед этим написала усталость. Усталость это когда нарушение ожидания. То есть ты ожидал что-то одно, делал какие-то действия, у тебя было определённое ожидание, потом оно у тебя не произошло, и вот ты чувствуешь беспокойство, тебя это напрягает, у тебя усталость и тому подобное и прочее. Люда пишет так, чувство незавершённости из-за нехватки времени. Из-за нехватки времени. Вот смотрите, откуда у человека вообще появляется беспокойство и откуда, наоборот, приходит уверенность. Например, вот сейчас, допустим, вот у меня есть кофе, да, кофе. К примеру, как вообще оно появилось в этом стакане? Ну первое, разнулось, первое появилось что? Мысль. Сначала мысль, да. Думаю, стоит попить кофе с утра. Первая была мысль, потом в голове представила это кофе, если организм его попросил, то есть ты его уже, мысленно, грубо говоря, попил, это кофе, да, потом ты идёшь, ставишь чайник, наливаешь кофе, результат, ты пьёшь кофе. Так нет. То есть вот он полностью завершённый цикл. Сначала шла мысль, потом определённые действия, потом завершённый цикл. Вы знаете, очень многие люди, почему испытывают беспокойство, вот что-то ты начинаешь делать, и ты потом не доделываешь. У кого из вас лежат книжки недочитанные? То есть ты начал какую-то книжку, например, читать, но не дочитал? Есть у вас такое? Или какой-то документ? У всех. Начал читать, потом не дочитал и оставил, и вроде как ты знаешь, что она вот лежит. Я имею в виду, не который ты читаешь сейчас, а, например, ты начала, да, не дочитала, положила на полочку, и ты знаешь, что ты её хочешь прочитать, но вот пока некогда, да? Вот вам, пожалуйста, это незавершённое дело. Ваша будет задача какая сегодня? Одна из задач – написать вот этот список незавершённых дел. Это может быть какая-то мелочь. Может быть, ты давно собирался разобрать на полке шкафов. Может быть, что угодно, не обязательно по бизнесу, да? Вообще, вот то, что вы держите в голове – незавершёнка. Там будут дела, которые вы быстро не завершите, то есть там может быть что-то такое большое, да, сложное. А будут мелкие дела, вот по типу книжки. Если у вас лежит такая книжка, что необходимо будет сделать? Подойти, взять эту книжку и завершить цикл. Каким образом? Либо ты её дочитываешь, да, если это возможно сделать, либо ты её закрываешь и говоришь, всё, и эту книжку я сегодня, я теперь пока больше не читаю, я к ней вернусь позже, но не сейчас. Ты её закрываешь и убираешь. Понятно вам? В этот момент вы освободите свою энергию. Почему? Потому что все вот эти мелкие незавершённости ты держишь в голове. Это фактически, знаете, как одеть на себя рюкзак, и вот этот рюкзак тащить, тащить. Ты помнишь, так, надо сбегать туда, надо заехать туда. Ты сам себе сказал, да, что я сделаю это и это. Сам не сделал. Здесь вот стоит обращать на эти вещи внимание. Что может помочь в этом случае? Кстати, очень здорово помогает. Вот написали, допустим, список незавершённых дел. Потом, у вас же есть ежедневник, да, я надеюсь, что вы его ведёте, мы же с вами договаривались. Вы можете эти незавершённые дела какие-то коротенькие. Например, там, хотел сегодня полудом помыть. С утра встал и говорил, что я имею в виду незавершённое дело. Ты встала, мыслить, надо сегодня убраться дома. Потом вечер закончился, а не убралась завтра. Вот ты повесил незавершёнку. То есть, если вот такие даже мелочи какие-то у тебя есть, ты их выписываешь, и сегодня ты доделаешь. То, что можно быстро доделать, доделаешь. Но я вам сразу скажу, это не говорит о том, что там надо, например, в уборку дома уйти на весь день. Нет. Нет, нет, нет и нет. Ваша задача доделать быстрые дела, но мы всё-таки занимаемся бизнесом. И вот сейчас мы перейдём об этом, ну, как раз к темам незавершёнки по бизнесу. Я вчера просила вас сбросить статистику за три дня. Практически все сбросили. Почти все, но не все. Смотрите, ребят, вопрос к вам. Вот вы поставили себе определённую планку на день. Поставили? Прошу всех отвечать. Да, нет. Да или нет. Планку на день. Поставили себе? Ага. Теперь следующий вопрос. Вы её выдерживаете или нет? В какие-то дни там, может быть, меньше, чем хотел, тоже напишите. Да, либо нет. Только честно отвечайте. Это же здесь у нас нету начальников, да? Не всегда. Вот смотрите, вот как только вы поставили себе определённый план, но вы его не выполнили, вы повесили себе ещё одно незавершённое дело. Что можно назвать незавершённым делом в нашем бизнесе, да? Первое. Наметили определённое количество звонков, но не сделали, да? Вот, пожалуйста, вот оно повисло у вас, незавершёнка. Второе. Например, ты запланировал провести столько-то встреч в день. Ребят, я, конечно, вас всех люблю, единственный момент, вот у меня есть вопрос. Как вы думаете, если за три дня не было ни одного тройного разговора? Вот здесь у меня вопрос вообще. Человек этот бизнесом занимается, и он просто ходит и учится. Если ты занимаешься бизнесом, это нереально, чтобы не было тройных разговоров. Либо неправильно делается четырёхшаговая система, либо человек не занимается бизнесом, потому что нереально. Сейчас мы, кстати, четырёхшаговую систему сегодня и разберём. Поэтому по бизнесу посмотрите незавершёнки. Кому-то там, может быть, три звонка доделать осталось. Заделайте. Это раз. Два. Есть вот люди, здесь вы сдали статистику, у некоторых людей написана такая фраза. Столько-то людей посмотрели информацию, и вот такое количество хотят на тройной разговор. То есть хотят. То есть люди хотят, да, а ты тройной разговор не проводишь. Тут мне так вообще непонятно. Ну, если они хотят, надо сразу же завершать цикл. Смотрите, это цикл. Первое. Список составил, составил. Потом звонок, первый шаг. Вебинар, либо видео, второй шаг. Третий шаг, звонок. Четвёртый шаг что? Тройной разговор. Если вы не выводите на тройной разговор, вот каждый ваш, либо вы его, ну как, либо тройной разговор, либо вы просто с человеком прощаетесь. Правильно? То есть если интереса нет никакого, зачем его тащить? Четвёртый шаг. Проверьте. Сейчас основная масса делает три шага, а четвёртый нет. И вот каждый человек – это ваш незавершённый цикл. Понимаете, нет? И чем больше вы их накопите, вы же о всех этих людях думаете. А вдруг он дозреет, а вдруг всё-таки. Позвоню я ещё через неделю. Ну, может быть, я всё-таки его уговорю на встречу со спонсором, да? Ребята, у нас бизнес отбора. И ваша задача сегодня – выписать вот этих людей, всех людей, кому вы сбросили информацию, в отдельный список выписали. Раз, два. Напротив них пометка «Всех обзвонить». Если у него, если тема человека затронула, вывести на тройной разговор. Сегодня же. Не важны ему отмазки, не важно, что он в другом городе. Ребята, есть скайп, есть телефон. Цикл закрыт сегодня. Первый момент. Второй момент. Если человек ни туда, ни сюда, три дня прошло, видео не посмотрел, просто бери, пиши «нет». Напротив. И для себя. Всё. Я о нём больше не думаю, я ему бизнес не предлагаю. Всё. То есть он просто не мотивирован на сегодня. Вот есть, например, тоже статистику сдаёте, у кого-то написано там «А сколько человек не взяли трубку?» То есть ты ему информацию сбросил, да, он не взял трубку. Сегодня набери последний раз, если трубку не берёт, встать напротив него «нет» и закрывай этот цикл. Понятно? Да, я вам говорю. Кому не понятно, вы лучше сразу спрашивайте. Потому что у нас люди так интересно рассуждают. Ну, я же информацию скину, но ничего, из них же должен кто-то включиться. Никто никому ничего не должен. Вот. Здесь либо человек сразу загорелся, включается, либо он просто не включается. Если он разродился через месяц после вашего общения. Вы знаете, сетевой маркетинг – это бизнес дубликации. То есть если он вас, ну, тормозит, то он кого будет подписывать? То есть таких же, ну, там могут быть разные, конечно, люди, но дубликация, она почему-то во всём срабатывает. У меня был случай, молодой человек открыл бы кофе в предыдущем проекте, и он пошёл разбираться. Вы знаете, он разбирался целый месяц. Через месяц он приходит. «Всё, Катя, я с деньгами беру большой пакет, я готов». Вы знаете, что стало происходить? Он взял большой пакет. Мы работали тогда офисом в Самаре. Он стал ко мне таскать людей, каждый день приводит. И вы не поверите, за неделю мы сделали ему группу 15 человек. 15 подписали. Но все 15, как вы думаете, что они стали делать? Никто не взял пакет. Все пошли изучать, копаться и прочее. То есть они все его сдублицировали, хотя он им не рассказывал, что он месяц думал. И смысл в чём? Пока мы, конечно, потом определённые вещи с ним поменяли. Вот здесь вот смотрите на эти вещи. Мотивированный человек, он быстро принимает решения, он быстро включается. И самое главное, он начинает быстро действовать. Сразу же, сразу же. С кем же я вчера разговаривала? А, я разговаривала вчера с одной девушкой. И она мне сказала, говорит, мы провели встречу, и эта подписалась. Только подписалась, кого-то привела, а та ещё не подписалась, но уже кого-то привела. Понимаете? То есть человек сразу же начинает действовать. Так, ну и сейчас мы поговорим именно о наших четырёх шагах. Так, значит, вы не завершёнки записываете сегодня, да? И максимально доделываете. Я вас попрошу, после того, как вы их сделали, описать свои ощущения в нашем чате. То есть, что вы почувствовали. То есть, какое у вас состояние стало после того, как вы заделали незавершённые дела. Договорились мы с вами? Договорились мы с вами.